А суть всегда лечения, серьезного и такого, который может помочь, в том заключается, что нужно учесть комплексно все факторы, которые привели человека к болезни. Расспросить, задать ему десятки наводящих вопросов, идущие с детства, начиная от хронических болезней в детстве, операций и дальше, в зависимости от того, что человек говорит, понимая, что нужно узнать, задается другая группа вопросов. Итак, третья, четвертая группа. Тогда приходит понимание, ну, для тех, кто умеет анализировать, кто понимает, о чем речь вообще, это я в первую очередь для врачей, конечно, говорю сейчас. Потом, уже тогда, без комплексов и зацикливаний, с полным знанием, если оно есть, конечно, и пониманием биохимии, биологии общей, биоцитологии, необходимо назначить то человеку, что комплексно изменит всю биохимию его в правильном смысле. Во-первых, первое, напитать организм всеми недостающими микро-макроэлементами, причем в хилатной органической ионной форме, это обязательно, аминокислот, чтобы не было, естественно, недостатка жирных кислот, витаминов всех и так далее. Посмотреть, как человек питается, что нужно включить, как изменить рацион. Естественно, питание должно быть максимально адекватно, видовое, живое, насколько это возможно, в зависимости от его болезни, состояния организма и так далее, анализов и так далее. Значит, дальше, соответственно, точечное лечение и комплексное лечение, направленное, в первую очередь, на укрепление иммунитета, на укрепление качественной количественной характеристики иммунных клеток, включая макрофаги, разумеется, наши. Это фитофунготерапия, это другие методы приема, в зависимости от того, что у человека за проблему. Вот как это примерно делается. Ну, это я так поверхностно, потому что не хочу загружать ролик, многие и так говорят, слишком много я говорю, ну, поэтому буду говорить меньше. Я советую тем, кто еще не в курсе, посмотреть мои вводные хотя бы лекции и те, что я рекомендую, кто будет там насчет, ну, любимых мясных этих своих, ну, в общем, я это называю сосисками все, ну, как бы такой общий образ. Любимые еды свои, прежние, за которые люди цепляются руками и ногами и только ищут какие-то подсказки, отговорки от кого-то со стороны, чтобы оправдать в своих же глазах себя, того, кто ест все вот это, вроде понимает уже, что это как-то, ну, неправильно, но хочет оправдать, потому что любит. И ищет лишь бы повод, как алкоголики, ищут повод, а вот врач сказал, красное вино полезно немного, и все, и он тут начнет переплетать всякую глупость. Вот с таким подходом никогда не вылечитесь, поэтому люди и не лечатся с таким подходом, поэтому сотни миллионов людей больные и сотни миллионов и миллиарды умирают от болезни, по сути, все. И вот здравомыслие это тогда, когда ты беспристрастный, независимо от того, что лично тебе хочется и во что верить хочется, начинаешь анализировать и понимать, как все устроено в этом мире. А устроено все, совершенно логично. Как я жалею, что я раньше не записывал? Столько было случаев интересных, я просто камеры недавно стал на ярмарке брать, а так где еще вот так лицом к лицу с человеком встретишься? И еще я хотела сказать, что обязательно влияет питание, это очень хорошо, уходя от мясного, от молочного питания. Вы-то изменили именно это? Да, я первое, что сделала, бросила молочные продукты и мясо. Совершенно правильно. Иначе, если бы вы не бросили, любые такие... Я бы умерла бы. При этой болезни любые, даже вот смотрите, есть наука фунготерапии, старая, серьезная, и вот я все время бьюсь с фунготерапией, вы поймите, что вот у вас есть результаты, хорошие, очевидно есть. Но если бы вы понимали, как питание влияет, и еще бы изменили для своих клиентов, обязательно понимали, питание, образ жизни, ритм жизни, прочие факторы, то тогда результаты были бы в разы сильнее, просто то, что вы сейчас представить еще не можете. Вот о чем я всегда с ними говорю. Спасибо вам большое. Ну, я рад, что... Вот вы, вы знаете, очень многие люди, как вы, приходят, вот берут у нас там, вот приходит, вот один мужчина говорит, у моей жены был дипузный зоб. Шесть лет ничего не могли, встали, вот фукус, это, ну все, как вы. Через три месяца прошло, он говорит, мы просто вот, ну, руку пожал, говорит, просто вот рады. И вот это постоянно. Я очень призываю, дорогие друзья, вот я понимаю, что многим не хочется свои болезни, как бы, ну, выносить на свет Божий, но поймите, не стесняйтесь, и, как бы, вы поможете ведь другим людям. Просто у нас сейчас огромные, ну, вообще в мире, в стране неверия, и, наоборот, вера слетает в медицину, которая почему-то десятками лет люди вот мучаются, принимают гормональные антибиотики, цитостатики, но либо в гроб, либо мучаются, живут, но ведь можно изменить все по-другому. Это есть, это существует, это все вокруг нас и рядом с нами, и это происходит реально, но я советую, как бы сказать, дорогие друзья, кто излечился, кто моим рекомендациям, ну, напишите, не полени, хотя бы напишите, пусть не видел даже обращение, вот как сейчас мы это делаем, хотя бы напишите, стесняются многие, не надо стесняться.